Города меняются для нас, и для нас комфорт так важен, а любимый город на глазах так красив, по-новому украшен. Меня зовут Изольда Нинилина, и я руководитель Центра компетенций по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Каким должен быть двор, а какой дорога до школы? Где парковать машины, а где разбить цветники? Как не разбить чьи-то мечты, а чьи-то нужды? Прежде чем что-либо строить, слушайте город. Прежде чем что-либо сносить, слушайте сердце. Впервые жителям предложено самим ответить на вопрос, что такое комфорт, принадлежащий одновременно всем. Тем, кто в серебряном возрасте и в возрасте селфи. Тем, кто любит рисовать и тем, кто любит рисоваться. Тем, кто сможет сказать «это мой район». Добро пожаловать! Что есть для меня мой район? Здесь чисто, горит иллюминация вечером. Все, в принципе, есть. Все дороги как-то ведут, а не к заливу. Чем больше инициативных и неравнодушных жителей будут участвовать в выработке и принятии решений по улучшению окружающего их пространства, тем привлекательнее и уютнее станет наша республика. Должно это стоять, например, в парке Лобачевского. Так и пишут. В парке установите качели лодочки. Здесь на карте, пожалуйста, прям пометьте, где бы вы это хотели сделать. Вот так вот. А мы уже постараемся этот вопрос проработать. Речи о том, чтобы ставить лавочки по усмотрению каждого, разумеется, не идет. Это слушание в Козловке. Классический пример. Сначала договариваются о том, как договариваться. Потом решают. Вместе под приглядом профессионалов. Неудачных решений формирования не просто городских пространств. Самих городов множество. Вениамин Мамуткин – архитектор. Архитектор на стыке не просто эпох, на рубеже режимов и концептуальных подходов. Я свою профессиональную деятельность начал в советское время. Если советское время – это время, когда собственность на землю, собственность на недвижимость была государственная, то теперь у нас ситуация изменилась. Когда все было общее, многие на кухнях шептались. Общее – то есть ничье. Хотя с высоких трибун декларировалось совсем другое. Декларации заканчивались районами массовой застройки. Тогда государство решало куда более насущную проблему. Крыша над головой каждому. Московский район Черемушки тогда стал плацдармом. Это теперь хрущевки – признак дурновкусия и бедности. Из комфорта перекладина для выбивания ковров, веревки для сушки белья и горка с железякой-железякой. Мы снова переосмысливаем наши города, анализируем, что мы сделали не так, что необходимо сделать для того, чтобы наши города стали комфортнее, удобнее для жизни. Переделывать сложнее, чем строить Сызнова. Теперь столичные города избалованы вниманием и деньгами. Дворы давно перестали быть чем-то чужеродным, не относящимся ни к дому, ни к его обитателям. А круга теперь тоже что-то свое, пусть не по документам, в душе и в мыслях, в бюджетах, ассигнованиях, идеях, мечтах и планах. У нас задача сегодня уже не придумать проект, а уже в следующем году построить этот проект, освоить эти стенки и качественно реализовать. Если год назад мы никто не верили в то, что причальная стенка может появиться, то сегодня у вас нет этого вопроса. Он не возникает, никакого сомнения не возникает. В Козловке построят причальную стенку, защитное по сути сооружение. Снова спросят, а что потом? На реализацию федеральной программы за два последних года из бюджета Чувашии выделено больше двух миллиардов рублей. Подобно инъекции адреналина. Тонус столичным чебоксарам, небольшим морпосаду, Козловке, Аллатрю и другим городкам, городкам, городишкам. Город – это три основных компонента. Производство, место приложения труда людей, место обитания людей и третья составляющая – это рекреация, то есть место отдыха, куда человек ходит отдыхать. Все эти три пространства связываются между собой с сетью улиц и дорог. В итоге у нас получается единый работающий живой организм. И этот организм, подобно домашнему питомцу, требует внимания, заботы и любви. Что есть для меня мой район? Там, где мне приятно прогулять. Если я вышел из дома, мне комфортно дойти до залива сейчас. У нас чебоксарами неплохо так сделаны, вот зелень, деревья. Это точно. И просто даже вот идешь, и прям до залива приятно отойтись вечером, просто пешком дошел. Оттуда можно, если устал доехать назад, там уже приятно для себя. Ну вот я знаю, Лакреевский лес, например. Там очень хорошие тропинки, прогуливаться там с утра, ну, просто превосходно. Я убежден, что инфраструктура пространства, коммуникации и общедоступность – это то, что скрепляет строение воедино и гораздо важнее отдельно взятого здания. У общественных пространств в городе достаточно широкий функционал. Ну, первое, несомненно, это возможность социальной коммуникации. В общественных пространствах могут сходиться разные потоки людей. Мы все понимаем, что человек – это существо достаточно социальное, поэтому ощущение городского социального разнообразия и возможность новых контактов для нас – это очень важно. Также общественные пространства являются неким драйвером развития локальной экономики. Если общественное пространство является точкой протяжения, то благодаря потоку потребителей создается местная благоприятная среда для развития малого бизнеса. Ну, это могут быть какие-то торговые палатки, это могут быть некие развлекательные комплексы, там что-то типа тира, да, если мы говорим о парках. Плюс формирование локальной идентичности – это тоже одна из функций общественных пространств. Благодаря вновь открываемым пространствам, либо каким-то историческим местам, город приобретает свою идентичность. Он становится притягательным, он становится узнаваемым, и это действует не только на местных жителей, но и в том числе привлекает потоки туристов. В открытых общественных пространствах жители встречаются по интересам, формируются молодежные движения. Подростки могут собираться заниматься, может быть, творчеством или кататься на скейтах, кататься на велосипедах и так далее. Молодежь занята, вот, например, в этой коробке, вот сейчас мальчишки играют в футбол, соответственно, они не ходят по подъездам, и, ну, заняты спортом. Здесь чисто, горит иллюминация вечером, вообще приятная атмосфера, много детей. Новоюжный район обычно мы не покидаем, бывает, что за город выезжаем. Мне, вот, например, нравится как раз район Шупашкара. Город – это место нашего обитания, благоустроенная территория, парки, скверы. Самые прогрессивные архитекторы наперебои не просто предлагают, реализуют идеи. Городские пространства становятся не просто местом притяжения, уровень притягательности которых легко оценить. То, что для старших – решетка на телефонном циферблате, для многих уже хэштег. Вот Московская набережная. Просто набережная. С гигантскими шахматами, цветомузыкальным фонтаном, кафе и зелеными инсталляциями. Просто набережная. По хэштегу с индексом популярности более пяти тысяч публикаций. Успех. Успех особого свойства и смысла. Визуальное разнообразие, гармония, упорядоченность, экология – это все очень хорошо влияет на социальную, ментальную среду, можно сказать. Мы понимаем, что в крупных общественных пространствах, как правило, есть централизованное круглосуточное видеонаблюдение. Пространство живет круглосуточно. Это некий элемент такого социального контроля, который позволяет без специализированных мер достигать достаточно высокого уровня безопасности. Этот мир вообще в каждом его уголке переходит на режим 24 на 7. 365 дней в году. Необходимость, продиктованная временем. Мир резко изменяется, и архитектура, в особенности города, должны соответствовать этим изменениям. К сожалению, вот некоторые тенденции таковы, что мы каждый двор пытаемся превратить в мини-городок. Жители собираются в одном дворе, и то есть двор становится центром притяжения целого города. У нас есть такие примеры в городе. К слову о примерах. Есть микрорайон, который называется Новый город. Благодаря благоустройству, которое было там организовано, он привлекает жителей практически со всего города Чебоксара. В том числе и в ночное время. Новый город на самом деле из не очень забытого старого. В новой форме и даже с новым содержанием. Но ход конем под громогласную доминочную рыбу – тот самый комфорт городской среды, пока с родного балкона не раздастся ставшей уже хрестоматийным. Самый Игнать, в магазин бы сходил любезный друг. Не забудь, Орловичи придут. Фюнф минут, Маргарита Павловна. Вот, дружок пришел навестить. Здрасте. Есть огромный смысл делать дворовые пространства тихими, а вот в шаговой доступности создавать многофункциональные детские игровые и спортивные площадки с зонированием по возрасту, по интересам, зонами тихого отдыха, в том числе предназначенными для мам с грудными детьми и для пожилых жителей. Вскочить, подержаться за руку, рвануть, посидеть, побежать, покачаться, помолчать, обсудить, подышать, запрыгнуть, познакомиться, обсудить, полюбоваться – все это и есть комфортная среда в простых глаголах – сказать и сделать. Как выбрать площадку для благоустройства? Как сделать наши общественные пространства безопасными? Об этом вы узнаете в наших следующих передачах. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин